Но далее говорим о казусе года. Так можно назвать жест Путина на неформальном саммите стран СНГ. Президент России подарил 8 колец президентам Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министру Армении. Это клубные кольца с новогодними поздравлениями и символикой СНГ. Одно кольцо Путин оставил себе. Интернет сразу же заполонили мемы, где сравнивали Путина со злодеями из трилогии Толкиена «Властелин колец». Хотя СМИ, соваясь на источники, близкие к Путину, говорят о том, что «властелин Кремля» стремительно теряет влияние даже в своем близком окружении. Аналитики считают, Россия на пороге политического кризиса и гонка за место Путина уже началась. Подробнее в материале наших корреспондентов. Еще несколько лет назад Путина объявляли «Человеком года» и помещали на обложке самых влиятельных журналов. В конце 2022 года мировые издания также не забыли о президенте России. Это обложки еженедельника «Де Вик» и на обеих карикатуры, и Путин изображен изгоем. Итоги 2022 года для президента России можно вместить в три слова «уже не тот». Он, безусловно, уже не относится к клубу, ну так называемому клубу, да, тех мировых лидеров, которые могли влиять на формирование международного, на международной повестке дня, которые могли влиять на процессы, которые происходят не только, как бы скажем так, в своей стране, а вообще в глобальном разрезе. И все это свелось исключительно к противодействию, противостоянию Путина в плане той войны, которую Россия развязала против Украины. Даже в ДКБ организация договора о коллективной безопасности, которую Путин создал в противовес НАТО, с Россией во главе у него проблемы. Мы всегда уважаем и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы мы наравне с африканскими странами, с другими странами. А что, мы какие-то чужезевцы или какие-то отцами, что ли? Это только часть эмоционального обращения президента Таджикистана к Путину во время саммита «Центральная Азия-Россия в Казахстане». Эмамалий Рахмо назвал встречу показухой и потребовал не относиться к независимым странам, как к части Советского Союза. Идут вразрез с мнением Кремля и резкие высказывания президента Казахстана. Такаев прозрачно намекал Путину, что тот засиделся на своем посту и заявил, что не поддерживает политику Кремля по незаконному захвату территорий. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Причина такого отношения к Путину и его мнению – в войне против Украины, которая привела к катастрофическим последствиям. На ослаблении российской армии стало огромным ударом как по престижу Российской Федерации, так и по авторитету ее лидера. Провал войны в Украине показал младшим партнерам по ДКБ, что Россия уже не может исполнять свою роль. И более того, во время возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией, Россия не смогла ничего сделать. Уже сейчас проблемы стран ДКБ гораздо эффективнее решают Турция, Китай или Европейский Союз. Внутри России у президента дела не намного лучше. С самого начала полномасштабного вторжения в Украину среди окружения Путина были люди, которые не поддерживали войну. Теперь их еще больше. Российской элите война невыгодна, считают эксперты. Я сейчас говорю о тех людях, которые не хотят жить в этой изолированной России, в которой они оказались сегодня. А которые хотят быть людьми мира. Мира в смысле не войны, а мира в смысле свита, мира планеты. Для этого им нужно вернуть Россию в цивилизацию. В Кремле есть различные группы влияния, которые не столько заинтересованы в процветании России, сколько в собственном благополучии. Именно это личное благоденствие теперь под угрозой из-за решений и действий Путина. Значительная часть российской элиты от Путина устала. Им сейчас бы хотелось другого президента, который меньше бы занимался вопросами попадания в учебник истории. Они уже утвердились у власти и они собирались просто дальше доить страну. По-другому это очень сложно назвать. Зарабатывать там миллиарды и тратить, вот важный очень момент, тратить эти миллиарды на то, на что они считают нужным. То есть на какие-то заграничные поездки, дома, отдых, любовниц, детей, жен. Сейчас же они вынуждены оставаться в России, потому что попали под персональные санкции, а их бизнес несет убытки. Форбс подсчитали, что за 9 месяцев Россия потратила на войну 82 миллиарда. Это четверть ее годового бюджета. А прямые финансовые потери из-за вторжения в Украину и санкций составляют сотни миллиардов долларов. Российские элиты между собой обсуждают то, что решения о начале войны и завышенные цели войны не были адекватными. То есть задачи, которые ставились перед вооруженными силами Российской Федерации, не могли быть выполнены. Поэтому все чаще говорят о том, что Акела промахнулся, соответственно, стае нужен новый вожак. Эксперты уверены, Путину тоже приходится принимать участие в обсуждении своего преемника. Уходить ни с чем он не согласен. Самый выгодный для него вариант, считают аналитики, сделка с группой силовиков во главе с Патрушевым. Скорее всего, силовики мечтают о сценарии, при котором Путин уйдет под какие-то гарантии, поддерживает их к преемнику, и дальше уже власть будет переходить от Путина к преемнику. При сохраняющихся гарантиях для Путина и близкого окружения Путина. Но есть и другой сценарий, считают эксперты. И самое важное отличие, что Путину там отведена совсем не та роль, о которой он мечтает. Это транзит в виде так называемого политбюро. То есть, грубо говоря, Путин от власти отходит, но при этом создается некий коллективный орган из тех людей, которые входят в ближайшее окружение Путина, которые делят между собой ответственность за все происходящее в стране и решают сначала вопрос войны с Украиной, но уже потом, после этого, бросают все силы на то, кто из них будет альфой. И такой вариант выгоден российским элитам. Уход Владимира Путина с политической арены позволит во многом обвинить именно его в развязывании агрессивной проигранной войны, с тем, чтобы новый президент уже мог выстраивать свои отношения с миром, прежде всего с Западом, с новых позиций. При этом Путин сам приближает свое фиаско. The New York Times, ссылаясь на свои источники, утверждает, что президент России готов потерять на фронте хоть 300 тысяч своих солдат, лишь бы только добиться намеченных планов в Украине. И даже хочет увеличить численность вооруженных сил России до полутора миллионов человек. Такое решение может стать для него роковым. Если он перейдет к такой тотальной, полной мобилизации, о чем говорят многие эксперты, это может стать лучшим геймченджером. Это будет массовая гибель людей, да, это будет мобилизация уже большого количества людей против их воли. А это значит, что новая волна миграции, да, миллионы опять, несколько миллионов уедут, несколько миллионов будут бегать внутри страны. И тогда может рассыпаться его ядерный электорат, а на фоне военного поражения в какой-то момент элиты поймут, что вот этого царь-то голый, но надо менять. Это приведет к тому, что уже не только российские элиты, но и народ будет против того, чтобы Путин оставался у руля. Впрочем, весь цивилизованный демократический мир готовит президенту России совсем другой сценарий ухода с политической арены. Победа Украины, трибунал, приговор. Анжелика Брушневская для телеканала «Фрида».